Строительство домов в рассрочку со Строи Живи. Об этом поговорим сегодня. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Александр. Я приветствую вас на проекте Строи Живи. Периодически возникают вопросы у наших подписчиков, нет ли у нас каких-либо рассрочек. Друзья, до сегодняшнего дня такого не было, потому что не могли себе позволить. Но тут напряглись, подумали и решили, почему бы не предоставлять такую услугу нашим заказчикам. Итак, сегодня поговорим о том, как же построить дом своей мечты, воспользовавшись услугами Строи Живи, вложив при этом от 15 до 30% на первоначальном этапе. Итак, как долго, как дорого и как много нужно будет платить в дальнейшем ежемесячно. Ну и что нужно будет оставить залог. Обо всем об этом поговорим подробно. Зачастую денег не хватает для того, чтобы построить дом сразу и полностью. И зачастую люди прибегают к различным видам займов. Это могут быть займы у своих друзей, товарищей. Это может быть займ кредитования в банке, ипотечные займы и так далее. Их очень много. У нас есть отдельный видеоролик о том, как воспользоваться услугами по получению кредита для строительства по партнерской программе Строи Живи в Почта Банке и в Сбербанке. Об этом был отдельный видеоролик. Ссылку на него разместим в описании. Но там, друзья, для того, чтобы получить такой кредит, необходимо иметь постоянный заработок официальный, нужно иметь справки подоходные и так далее. В общем, много разных бумажных волокит. Здесь же мы придумали систему, как предоставлять рассрочку платежей по указанию услуг нашей компании нашим заказчикам. Единственным условием, которое необходимо выполнить для получения рассрочки в Строи Живи, это наличие в собственности без какого-либо обременения земельного участка, на котором будет производиться строительство. Именно этот участок мы до момента полной расплаты с нашей компанией будем брать в залог и на нем строить уже на собственные наши деньги. При условии, что вы вносите предоплату в размере от 15%. То есть, чем больше вы вложите денег на первоначальном этапе, тем, конечно же, будет лучше вам и будет дешевле, спокойнее и быстрее вы рассчитаетесь с этой рассрочкой. Но вот минимальный платеж – это 15%. Я далее приведу финансовую модель, то есть, что будет, если вы, например, внесете 15%, что будет, если 30% и так далее, для того, чтобы вы понимали, что вас ожидает в дальнейшем. Конечно же, хотелось воспользоваться такими рекламными лозунгами, как беспроцентная рассрочка, но все мы прекрасно понимаем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловках. И обманывать своих подписчиков и своих заказчиков я не собираюсь. Поэтому, говорю честно, открыто и прямо, что деньги стоят денег, и это все знают. Если кто-то этого не понимает, то, в принципе, я уверен, что мы общий язык с вами уже и не найдем. Значит, рассрочка на год стоит 10% годовых. Если вы обратитесь абсолютно в любой банк, то там минимальная ставка – это в районе 15%, ну, так скажем, средняя ставка, в районе 15%, а то и до 20% годовых, и плюс нужно иметь страховку своей жизни и так далее, и так далее. В общем, куча разных накладных расходов дополнительных. Здесь ничего этого нету. Чисто и честное – 10%. Как это считается? В том случае, если вы хотите нечто у нас построить для простоты расчета, возьмем, что это стоит 1 миллион рублей. Вы вкладываете, вносите в качестве предоплаты всего лишь 15%. Это минимальный платеж. Получается, что вам осталось внести еще 850 тысяч рублей. На эти 850 тысяч рублей, то есть то, что вы не доплатили, мы прибавляем к этому 10%. И получается у нас 935 тысяч рублей. Вот эти 935 тысяч рублей с момента того, как мы сдали вам объект, то есть закончили его, только с этого момента, и в течение 11 календарных месяцев вам необходимо равными платежами выплатить. То есть по 85 тысяч рублей ежемесячно. Еще раз повторюсь, мы строим на свои деньги, вы вложили только 15%, 150 тысяч рублей. На оставшуюся сумму добавляем 10% и эту сумму в количестве 85 тысяч рублей ежемесячно вы выплачиваете с того момента, с того месяца, как мы закончили строительство и сдали вам по акту. Рассмотрим второй вариант. Если вы заплатили, к примеру, за тот же самый дом не 15%, а 30%, то есть не 150 тысяч рублей, а 300 тысяч рублей. То есть вы недоплатили 700 тысяч, которые в дальнейшем вам нужно в течение 11 месяцев погасить. На 700 тысяч рублей мы прибавляем 10%, это получается 770 тысяч рублей. Делим на 11 месяцев 70 тысяч рублей. Понимаете, какая разница и какая выгода? Чем больше ты платишь на первоначальном этапе, тем меньше ежемесячный платеж. В первом случае ежемесячный платеж 85 тысяч, во втором 70 тысяч. Разница в 15 тысяч ежемесячная. Достаточно приличная разница. Естественно, и призыв к вам, чем больше у вас есть денег на первоначальном этапе, в качестве первоначального взноса, тем больше вы сможете в дальнейшем сэкономить. Поэтому к этому вопросу нужно подходить разумно. Естественно, я считаю, лично мое мнение, что имея всего лишь 15% от стоимости вашего дома, возможно, в это не стоит даже ввязываться. Почему? Потому что если у вас всего лишь 150 тысяч рублей на руках, то где же вы возьмете 85 тысяч ежемесячно, имея здание стоимостью в миллион рублей? И все вы прекрасно знаете, что за миллион рублей ничего путного, большого, хотя бы среднего какого-то размера не построить. То есть за миллион рублей можно построить только, допустим, силовой каркас, фундамент силовой каркас и кровлю какого-то не очень большого дома. Но вам нужно в дальнейшем будет 85 тысяч ежемесячно платить нам для того, чтобы рассчитаться с нами, а в дальнейшем своими силами достраивать этот дом. Возможно, для кого-то это вполне приемлемая модель. Я спорить не буду. Вы, пожалуйста, самостоятельно примите решение, рассчитайте свои финансы и добро пожаловать в офисы нашей компании. Хочу, кстати, при этом сказать, что в первую очередь мы, естественно, эту модель будем обкатывать только в Ленинградской области. Как только мы поймем, что это работает, мы дальше это передадим эстафету москвичам и, возможно, еще и в какие-то другие регионы. Но пока только в Санкт-Петербурге. Если у кого-то есть желание воспользоваться такой рассрочкой, пожалуйста, присылайте заявку на наш сайт, мы вам произведем расчет и вы сами поймете, сколько вам нужно будет заплатить в том случае, если вы заказываете все строительство за деньги и в том случае, если вы заказываете в рассрочку. Эту разницу в цене вы точно поймете и, в принципе, сами можете ее посчитать. Возможно, у вас возникнет вопрос, что будет в том случае, если вы не сможете расплатиться. Ну, тогда, друзья, конечно же, мы вынуждены будем имеющийся в залоге участок с имеющимся строением продать с вырученной суммы, забрать свои деньги за строительство, а остальные деньги вернуть вам. Все юридические аспекты данной сделки будут прописаны в очень грамотно продуманном договоре, который будет прозрачен, понятен и вам, и нам. То есть я прекрасно понимаю, что мы на этапе формирования пока только таких документов, но мои юристы меня уверили в том, что никаких проблем в такой сделке ни как для одной стороны, ни как для другой стороны быть не может. То есть документально мы все это дело подготовим. Можете запрашивать договоры себе на почту, ознакомливаться, консультироваться. То есть все будет прозрачно, понятно, никаким мелким шрифтом ничего написано не будет. Уверен, что данная услуга будет востребована в Ленинградской области. Дальше мы ее обкатаем и распространим, может быть, даже по всей России. Ну, а сегодня, дорогие ленинградцы, петербуржцы, добро пожаловать к нам в офис. Присылайте сначала заявки, а потом приезжайте уже на переговоры. С вами, как всегда, был Александр и проект «Струй и живи». До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok